Взгляды ловлю каждый день, это уж точно. Это требование к моей профессии. Если я исчезну на три месяца, это катастрофа. Надо быть всегда на подъеме, совершать революцию, блестки в массы. На сером Витебском мосту рыба в чешуе так сам себя называет Никита Захарчук. Без пяти минут выпускник технологического университета уверенно себя чувствует в море модной индустрии. Чтобы заметили, сам стал выпрыгивать на фестивальные берега. Говорят, это в ДНК у Полишуков Захарчук из Пинска. Я хотел публичную профессию, но при этом моим запасным вариантом мама со мной 100% согласится, был всегда педагог и преподаватель. Школы потеряли учителя географии, а музей-экскурсовода – один из немногих, кто стал воплощать детскую мечту. Парень математического склада ума видел себя модельером еще в 6 лет. Повлияли глянцы косметических компаний. Отличался от других, наверное, своей, прежде всего, не внешним видом, а прежде всего для меня инициативой. Он один из немногих, которых понимает, что преподаватель поворачивает его в нужную сторону, а двигаться он должен сам. Мышцы, скажем так, преподаватели вам не нарастят. С первого курса выбрал себе гуру, она же Ласкова, фея крестная. Именитый мужской дизайнер Людмила Тараканова выставлялась в Париже, Дюссельдорфе, творила в одном поле с Ивсен-Лораном и преподает искусство в Витебске. Даже его первая коллекция, завораживающая свои идеи, потому что идея переноса учебных заданий легла в основу создание формы объемной, пространственной, и при этом очень интересной. То есть он сразу закупил 20 метров тканей, сразу не жалел, не скупился на затраченные, так сказать, материальные средства. Исключительно белорусские ткани, часть из бабушкиного сундука, доскональное понимание законов геометрии и навыки инженера. Захарчук развеял миф, что дизайнеры только и умеют, что наброски рисовать. То, за что меня все осуждают, я не считаю дизайн исключительно искусством. Это про все-таки технику, про какие-то инженерные навыки. И, конечно, это уровень технического искусства. Моя мечта стать кандидатом, доктором технических наук. Его первая коллекция на бумаге получила грант вуза. Такая программа начала развиваться у нас порядка шести лет назад. Вуз небольшой, поэтому все студенты у нас на виду. Прекрасно понимают, что вкладывая средства в молодежь, мы добудемся о будущем. Я хотел бы подготовить все-таки кадры для нашего университета. Кадры не только талантливые, но и целеустремленные. Увидел цель за 3,9 земель. В Сибири пригласили на престижный конкурс для профессионалов. Сибирский кутюрье. Университет спродюсировал эту поездку, помог финансово и не прогадал. Впервые Беларусь стала лауреатом на международном конкурсе дизайнеров. Еще через год стала победителем. Недавно сибирский кутюрье с витебской пропиской украшал всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Это ответственность, потому что ты иллюстрируешь уровень того, как у тебя делают дизайн и одежду в стране. А так как на территории Содружества независимый государь наша страна является лидером в легкой промышленности, и у нас она безумно развита по сравнению с той же Российской Федерацией, конечно, планку надо держать высокую. Я бы очень хотела, чтобы наши студенты могли быть законодателями моды не только в Беларуси. Конечно, задача университета – обеспечивать легкую промышленность нашей страны, чтобы наши покупатели обижали именно за одеждой, за новыми какими-то коллекциями, созданными студентами нашего факультета и такими яркими личностями, яркими дизайнерами, как Никита. За внушительным портфолио, где победы и на отечественных, и на международных фэшн-конкурсах, потянули швейное производство. Но Захарчук отказывается работать по чьим-либо именям, кроме своего. Коллаборация с остальным комбинатом – это был уже новый уровень. Заявка на то, что я к себе ставлю требование стать профессионалом в своей сфере. Самого титулованного студента ВГТУ заметили на госуровне под личным брендом. Он создавал лимитированные коллекции для конкурса «Студент года» и посыл от «Беллик Прома» – отечественным предприятиям дать зеленый свет модным вкраплениям в традиционные промышленные коллекции. Может быть, даже гипермодным каким-то нестандартным конструктивным решением, для того, чтобы молодое поколение нашей страны узнавало наши бренды, чтобы оно их любило. Астребитель избалован. И сегодня традиционно, если будем выпускать только базовые модели, это уже бренд очень сложно держать на рынке и лояльность покупателя, скажем, продлевать. Каждой марке нужна история. Привлечение вот такого нового взгляда художника очень важно для наших предприятий. Витебский лагер «Фельд» тщательно подмечает лимитированные премьеры от отечественных брендов. Восхищается и первым. Спец с доставкой Витебской Никите от агентства теленовостей «Экзамен». С чем предлагает совмещать стильную коллекцию «Перва», что отшивается, кстати, на госпредприятии «Светанок». «Фельд» «Перва» ассоциируется с тем, что он создает идеальную капсулу для человека. Девочки могут сочетать с обычной теннисной юбкой белой, с джинсовой юбкой, с джинсами. Парни – это серые, широкие брюки спортивные. Пожалуйста, со строгими брюками. Летний вариант отличный для деловых каких-то приемов. Далее – ветровка из недавних премьер мерча. Здесь, в принципе, мембранное покрытие. Я думаю, что оно защищает от погодных условий. Это стильная вещь. Ее можно сочетать даже с моими брюками с блестками. Ну, типа, вообще, вот я люблю такой стиль. На грани там спорта, шика. И, то есть, почему бы и нет. То есть, в таком исполнении так, да, одеваем фуфаечку, футболочку. Фэшн-революцию с этим сделать можно, да. Возможно, она уйдет на второй план. Тут все зависит от, как бы, остроты других вещей. И бестселлер «Факты на стол» – актуальный формат джемпера на весну. Форма базовая очень. Конечно, там из моих рекомендаций – это подниз белая сорочка, выпустить белый воротничок, выпустить хвосты самой сорочки, одеть любые брюки. Я люблю, например, белую сорочку с спортивными брюками. То есть, это смотрится эклектично и действительно стильно. Этот экзамен стал дополнением к основным государственным. Никита сейчас работает над дипломом и сразу после останется в Витебске. Преподавателем в родном технологическом. Планирует заниматься наукой, а лет через 10 пойдет в ректоры. Я хочу передавать, передавать традиции Витебска школы дизайна. То есть это громко, когда ты говоришь, что я преподаватель вуза, тем более единственного вуза в стране, который готовит по этому профилю, самого модного вуза страны. И, наверное, да, тут никакие деньги и ничего ты не променяешь за эту возможность. Он может спокойно пиарить, продавать только себя. А он все время говорит про университет. Всегда. То есть он вспоминает свои корни, с кем он шел. Эта приверженность к бренду дорогого стоит. Параллельно получает второе высшее – экономическое, чтобы подковать знаниями дар маркетолога. И мельница моды вертится по его взмаху ножниц. Скоро дети одной из витебских гимназий будут получать знания в форме его производства. А пока приодели главный эфир Лидия Заблоска, Алексей Петров, Юлия Хмель и Илья Максимов.